И сегодня в Краевой столице прошли первые официальные соревнования в новом спорткомплексе, Алтайском центре самбо. Все подробности у Дмитрия Гладких. С самого утра в новом спортивном центре самбо, который открыли в конце января, многолюдно. Родители, гости турнира и сами участники, которым предстояло выйти на ковер, с интересом наблюдали за первыми схватками. Для самых юных участников эти соревнования – возможность проверить свои силы в борьбе против сверстников. И, конечно, самое главное – почувствовать соревновательный дух и вкус победы. Мне понравились соревнования, соревнования важные. Люди серьезные, приехали из разных, не знаю, других городов. Я победил за счет того, что меня хорошо обучает тренер. Я занимаюсь уже 4 года. Но мне это нравится. Всего в турнире за призы боролись 111 самбистов. В нем участвовали юноши 11 и 12 лет. Они боролись в весовых категориях от 28 до 60 килограммов и выше. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества. Турнир уже получил статус регионального. Помимо спортсменов барнаульских клубов, в краевую столицу приехали борцы Избийска, Заринска, Шипунова. На торжественной церемонии открытия турнира участников и родителей поздравили почетные гости. Уважаемые друзья, я думаю, что начало большого пути сегодня. И самбо будет развиваться в Алтайском крае все больше и больше. Почетную грамоту и денежный сертификат вручили Виктории Васильченко за победу на первенстве России по самбо среди юниорок, которая завершилась накануне в Сочи, и ее тренеру Дмитрию Белину. Удостоверение мастера спорта России выдали самбисту Данилу Суркову. Итоги турнира подведут вечером. Победители и призеры получат грамоты, медали и денежные сертификаты от спонсоров соревнований. Кроме того, борцов отметят в двух номинациях – за лучшую технику и волю к победе. Дмитрий Гладких, Анатолий Фукс, Новости.